Неоценимый вклад в общую победу, полученную в результате четырехлетней кровопролитной битвы за независимость и свободу Советского Союза, внесли и сыны Карачаева-Черкесии. Более 15 тысяч русских, карачаевцев, черкесов, нагайцев и абазин, представителей других народов, населяющих область, воевали. Не найдется такого населенного пункта в Карачаева-Черкесии, где бы жители не приняли активное участие в борьбе с фашизмом. В числе участников войны и житель черкеска Иван Задощенко. Родился Иван Константинович в 1926 году в Карачаево-Черкесии. Родился здесь, в городе. И вырос в городе. А попал уже в Чапаево. Мои родители туда поехали, и там устроились, и там и я жил. И там и быков пас, и коров пас, и все. В 1943 году 17-летнего юношу забирают в армию. Попадает он в Сухум. Сухум попал. Туда нас привезли. Эшелоном прям. Выгрузили. Часть в новом фоне, а часть в Сухуме. И вот тогда разделили-то. Бригада целая была. Короче, полк почти был. А нас разделили. Тогда попал в полковую школу. В полковую школу побыл в новом фоне. Присвали звание. И пошел, и пошел дальше. Какое звание вам присвоили? Младший сержант. Там всем присвоили младших сержантов. Потом сержант, старший сержант. И пошло, и пошло. По размерам. Так, как и полагается. Уезли нас в Ахалковаке. Это грузинская республика. А генерал был герой Советского Союза. Он был командир дивизии. Он свою девятью, десятую девятью, он туда, и всю дивизию пошли туда. В Ахалковаке. А там, не дай бог. Какая там обстановка была? Так, не к черту. Мы спали на досках. И это один кал одного прям. Мокрые пришли, и мокрые ушли. Там же, в Сухуме, там же наверху снег идет, в горах. А наверху, наверху, внизу дождь. Мжичка. Эта мжичка пронизывала насквозь прям. Трудно было. Очень трудно. И обуваться нечего было. Одеваться нечего было. Так, потом уже, когда война окончилась, тогда уже не хочу вспоминать. Вспоминать, рассказывать страшные и самые тяжелые для него военные годы сержанту Задощенко крайне сложно. Далее ветеран рассказал нам, что в общей сложности на протяжении семи долгих лет он служил Отечеству. Приехал, поступил в милицию. Милиция мне не понравилась. Ты знаешь, вот только дома тут асфальт был, больше нигде не было. и пацаны катались на велосипедах, а меня заставили охранять, а не охранять, а разгонять их. Я пошел, их погонял, а они заехали с другой стороны. Да что я буду бегать за ними? Я написал заявление и ушел. Один подъехал велосипедист. Быстро, близко прямо. А этот старшина пришел, как толкнул его ногой, он упал, коленки разбил и кровь идет. Я по такой системе не буду, мне не нравится такая. Пойду лучше быкам хвосты крутить. И пошел. Да пошел я на стройку. На стройке еще обувную фабрику строили тогда. Там котлован копали глубокий. Выкопали котлован этот. Перекидкой. Одни кидают, а другие дальше кидают. Потом с Кузнечного в токарный цех и с токарного пошел и пошел. И до самого, пока и демобилизовался. Пока на пенсию не вышли? Пока на пенсию не вышел. В заводе работал. Это какой завод? Холодильный. Мы очень гордимся своим дедушкой Задоченко Иваном Константиновичем. И считаем его примером и подражанием для всех нас. Потому что он прожил очень тяжелую жизнь. Он застал и голод, он прошел Великую Отечественную войну, потом подъем страны после войны. И всю жизнь он проработал также на заводе, тоже работал физически все время. И сейчас, в его 94 года, он огромный пример для нас, для всей нашей семьи, для подражания. Мы его очень любим, заботимся о нем. И, конечно, как и ему и всем ветеранам, желаем только здоровья и чтобы его окружали близкие, родные люди. Именно о войне он, наверное, не так часто вспоминает. Но он больше вспоминает перед тем, как уйти на войну до 43 года, когда они проживали в селе Чапаевском. Как пришли в Карачаево-Черкесию немцы и румыны. Как ходили полицаи, как смотрели, забирали с дома всю продукцию. Как они работали маленькими в поле. Как тяжело им давалось. И то, что был постоянный контроль, стрельба. Это все у него, конечно, в голове. И, ну, со временем он реже и реже вспоминает о годах этих. И о Великой Отечественной войне. Наверное, потому что ему очень больно. Он и не смотрит фильмы о войне. Всем здоровья! Всем, всем здоровья! Большущего здоровья! На всю катушку! Сколько проживешь, только живите. Спасибо! Я вам всем это желаю. Нам, рожденным в мирное время, очень важно знать и помнить тех, кто ценой собственной жизни одержал победу, отстоял свободу, честь и достоинство нашей страны. Ибо память человеческая – это и есть история. Это то, с чего начинается Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова